Добрый вечер, это вы продавец книг? Мяу, добрый вечер, я продавец книг. Ну вы, вы чего-то похожи на кота, но не как на продавца книг. Мне есть продавец книг. Мне надо несколько книг, потому что я дома все перечитал книги, все самые интересные книги, и мне надо несколько еще книг интересных. В этой библиотеке продается только одна книга. Вообще нет ни одной книги, это странно, очень странно. Тогда продайте мне книгу, которая у вас в общем есть. Я хочу вам продать бесплатно эту книгу, потому что я кот. Дайте мне эту книгу. Сейчас я вам дам эту книгу. Книга называется «Город мечтающих книг». Добрый вечер, дамы и господа. Теперь я вместо кота купил я книгу «Город мечтающих книг». Автор Вальтер Муэрс. Так она вот выглядит. Я зашел в магазин и попросил продавщицу, чтобы она мне продала книгу в жанре фэнтези. Но я не просто искал книгу, я искал книгу не просто, чтобы это была обложка, нарисована в стиле фэнтези, а чтобы в этой книге были иллюстрации. Вот так вот, когда открывается книга, выглядит все это вот так вот. То есть книга открывается, и тут мы видим такая иллюстрация красивая. Это как в мире книг, и тут в правом нижнем углу какой-то чудик, который читает книгу. Немного о книге. Книги могут сделать с вами что угодно, даже самое страшное. Юный писатель Хилденгунст, я извиняюсь, что я так зачитал, мифорец наследует безопречную рукопись в тайну, которую он мечтает разгадать. След ведет его книгород. Что-то похоже на горгород, но тут написано книгород с большой буквы «к». Город мечтающих книг. Вальтер Моэрс вводит нас в волшебный мир литературы, где книги не только развлекают, и или удивляют, но могут свести с ума, или погубить впервые в полном отредактирном переводе. Часть первая завещания Данселота, и тут нарисована свечка. Дальше мне очень нравится. Открываешь там следующую страницу. Кто-то лайкнул. Забыл выключить ноутбук. Ну ладно. В общем, открываю тут белая страничка после этой, и мне нравится то, что нарисовано очень классно. Мне очень нравится. То есть, вот так вот. Тут пока в книге написано вот что. В глубоких и холодных подземельях, где ходят друг за другом тени, где вспоминают о свободе корьких книг, где камень бриллиант на миг, там правит миром дух, не знающий ни света, ни пощады. Он призрачный король, за жизнь свою не требует награды. Опять кто-то лайкает. Открыл. Вот следующую страницу. И тут такой динозавр читает, в общем, динозавр или дракон, книгу. Вы что-то подобное видели? Вообще такие вот книги. Город, мечтающий книг. И чтобы на иллюстрациях был нарисован дракон, читающий книгу. Тут много чего интересного нарисовано. Мне кажется, даже написано. Смотрите, какая лиса нарисована. Я не просто искал книгу. Я искал книгу с рисунками, чтобы были... Мне кажется, я нашел то, что я искал. То есть, я просто искал одну книгу, но там просто была красивая бложка, но внутри книги там было просто... Текстаж ли без иллюстрации. А тут они есть. Мне очень нравится, как тут нарисовано. Очень классно нарисовано. Часть вторая, катакомбы книг города. Очень здорово. Посмотри. Мы смотрели блог «Город мечтающих книг». Пишите свои комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Может быть, в этом месте будет кот продавец. ПОДПИШИСЬ ФАСМ'm ГРУЗИАЙЛЬИ Субтитры создавал DimaTorzok